Глава 19 Глава 19 Глава 19 Из нее исходили вопли, боли и отчаяния Когда это кончится, подумала я Мне так хотелось отдохнуть от всего этого Затем неожиданно я почувствовала себя потерянной Не знаю как, но я всем сердцем ощутила, что Иисуса рядом нет Мне стало очень плохо Я обернулась и посмотрела на место, где раньше стоял Иисус Иисуса действительно там не было Нет, закричала я Не надо больше, Иисус, где ты? То, что вы услышите дальше, напугает вас Молю, чтобы этот рассказ напугал вас до такой степени, чтобы вы стали верующим Молю, чтобы вы покаялись в грехах и не попали в это страшное место Молю, чтобы вы поверили мне, потому что не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще Я люблю вас и надеюсь, что вы пробудитесь, пока еще не поздно Если вы христианин, будьте уверены в своем спасении Будьте готовы встретить Господа в любой момент Ибо времени для покаяния может не быть Сохраняйте свет зажженным, а светильник полным масла Бодрствуйте, ибо вы не знаете, когда он вернется Если вы не родились свыше, прочитайте Иоанна 3, 16-19 И призовите Господа, Он спасет вас от этого места мучений Я воззвала к Иисусу и побежала вниз по холму в поисках Его Меня остановил большой бес с цепями Он ухмыльнулся и сказал Тебе некуда бежать, женщина Иисуса здесь нет, и Он не спасет тебя Ты попала в ад навеки Нет, закричала я, отпусти меня Я боролась с ним изо всех сил, но он быстро связал меня цепями и бросил на землю Я лежала, и мое тело начало покрываться какой-то странной липкой пленкой Издававшей такое зловоние, что мне стало плохо Я не знала, что будет дальше Затем я почувствовала, что плоти кожи начинают сползать с моих костей Я вопила, охваченная страшным ужасом К Иисус кричала я, где ты? Я посмотрела на себя и увидела, что остатки плоти начинают покрываться отверстиями Тело приняло грязно-серый оттенок, от меня отваливалась серая плоть Я закричала, нет, я в аду навеки, нет! Я почувствовала у себя внутри червей и увидела, что кости буквально кишат ими Я ощущала их даже там, где их не было видно Я попыталась вытыхнуть их, но их становилось все больше И я чувствовала разложение собственного тела Да, я все понимала и хорошо помнила о событиях на земле Я чувствовала, видела и слышала муки ада Ощущала их запах и вкус Я видела свои внутренности Я представляла собой грязный скелет И при этом чувствовала все происходящее со мной Другие были такими же, как и я Повсюду лежали души В отчаянии я крикнула Иисус, пожалуйста, помоги мне, Иисус! Мне хотелось умереть, но я не могла Я почувствовала, что у ног разгорается огонь Я кричала, где ты, Иисус? Я каталась по земле и кричала вместе со всеми остальными Мы лежали в пасти ада небольшими кучками, как выброшенный мусор Наши души были охвачены невыносимой болью Я продолжала кричать, где ты, Иисус? Где ты, Иисус? Я подумала, не сон ли это? Может быть, я проснусь? Действительно ли я в аду? Неужели я совершила какой-то великий грех против Бога И потеряла спасение? Что происходит? Неужели я согрешила против Святого Духа? Я вспоминала все библейское учение, которое я знала Я с ужасом осознала, что нахожусь в аду, как и другие души, которые я видела и с которыми разговаривала Странно, но я видела все свое тело По мне снова начали ползать черви Я чувствовала, как они ползают Я застонала от страха и боли В этот момент бес сказал Твой Иисус оставил тебя Теперь ты во владениях сатаны Он злобно усмехнулся, поднял меня и положил на что-то Вскоре я поняла, что нахожусь на спине какого-то животного Животное, как и я, было темно-серым, грязным, с разлагающейся и мертвой плотью Грязный воздух был наполнен отвратительным запахом Животное несло меня по тропинке вверх Где ты, Господь, подумала я Мы шли мимо душ, молящих о спасении Я услышала громкий шум открывающейся пасти И в нее вошла очередная партия душ Руки у меня были связаны за спиной Боль чувствовалась непостоянно Оно то вдруг приходило, то исчезало Я вскрикивала каждый раз, когда она наступала И с нетерпением ждала, когда она утихнет Как мне выйти отсюда, думала я Что меня ждет впереди? Неужели это конец? Что я сделала такого, чтобы заслужить ад? Господь, где ты? Воскликнула я с болью в голосе Я плакала, но слез не было Мое тело просто сотрясалось от рыданий Животное остановилось перед чем-то Я подняла голову и увидела великолепный зал Полный экстравагантной роскоши и сияющих драгоценных камней В центре зала сидела красивая женщина в царском облачении Я пребывала в отчаянии, но вместе с тем недоумевала, что же это такое Я попросила, пожалуйста, помоги мне Она подошла ко мне и плюнула в то, что когда-то было лицом Она осыпала меня проклятиями и грязными ругательствами Господь, что же будет дальше? Воскликнула я Женщина рассмеялась дьявольским смехом Перед моими глазами она начала превращаться в мужчину Кошку, лошадь, змею, крысу, юношу Она становилась тем, кем хотела быть Она обладала большой дьявольской силой Наверху зала были написаны слова Царица Сатаны Животное возобновило путь и остановилось Как мне показалось, лишь через несколько часов Меня грубо столкнули со спины животного на землю Я посмотрела вверх и увидела приближающихся ко мне всадников Когда они проезжали мимо, меня оттолкнули в сторону Это тоже были скелеты грязно-серого цвета смерти Когда они ускакали, меня подняли с земли и посадили в камеру Когда за мной заперли дверь, я в ужасе оглядела камеру и заплакала Я молилась, но ответа не было Я тысячи раз каялась в грехах Я вспоминала о многочисленных случаях, когда могла бы привести людей к Христу Или оказать помощь нуждающимся во мне Я каялась в том, что делала и в том, чего не сделала Господь, спаси меня, рыдала я Вновь и вновь я обращалась к Богу за помощью Но я не видела и не чувствовала Его Я была в аду, как и все остальные, кого я видела Я в отчаянии упала на пол и расплакалась Я чувствовала себя потерянной навек Шли часы, и время от времени слышался громкий шум В ад входили новые души Я продолжала взывать «Иисус, где ты?» Ответа не было Внутри меня опять начали ползать черви Я чувствовала их повсюду Меня окружала смерть У меня не было ни плоти, ни органов, ни крови, ни тела, ни надежды Я продолжала стряхивать червей со своего скелета Я понимала все, что происходит И хотела умереть, но не могла Моя душа будет жить вечно Я начала петь о жизни и силе крови Иисуса Способность спасать от греха Вбежали бесы с копьями и закричали «Замолчи!» Они кололи меня копьями И когда их острия вонзались в меня Я видела горячие вспышки огня Они кололи и кололи меня Они кричали «Бог здесь! Сатана!» Мы ненавидим Иисуса и все, что Он делает Поскольку я не прекращала пение Они вытолкнули меня из камеры И поволокли на открытое место «Если ты не перестанешь!» — сказали они «Твои муки будут еще больше!» Я замолчала, и они в конце концов вернули меня в камеру Я вспомнила место Библии, где говорится о падших ангелах Скованных цепями до суда Я задалась вопросом «Это ли мой суд?» «Господь, спаси людей!» — на земле взывала я «Пробуди их, пока не поздно!» В голову приходили многие стихи писания Но я боялась бесов и не говорила их Грязный воздух был наполнен стонами и воплями Рядом со мной показалась крыса Я отшвырнула ее в сторону Подумала о муже и детях «Господь, сделай так, чтобы они не попали сюда!» — воскрикнула я Ибо знала наверняка, что нахожусь в аду Бог не слышал меня «Уши всемогущего, закрыты для стенаний ада!» — подумала я «Если бы только кто-то услышал!» К ноге подбежала большая крыса и укусила меня Я закричала от острой боли и оттолкнула ее Ко мне медленно подбирался огонь, появившийся из ниоткуда Проходились секунды, минуты, часы Я — грешница, попавшая в ад «Смерть! Пожалуйста, приди!» — воскрикнула я Мои крики наполнили, казалось, всю пасть ада К моим крикам присоединились другие «Мы потеряны навеки! Выхода нет!» Мне хотелось умереть, но я не могла Я, как подкошенная, упала на пол, чувствуя все эти муки Я слышала, как пасть открылась в очередной раз И в нее вошли новые души Теперь меня сжег огонь и добавилась новая боль Я понимала все, что происходит Но рассудок был вполне здравым, а ум работал нормально Я видела все и понимала, что когда души, не покаявшиеся в грехах, умирают на земле Они попадают сюда «Господь, спаси меня!» — воскрикнула я «Пожалуйста, спаси нас всех!» Я вспоминала всю свою жизнь и всех тех, кто рассказывал мне об Иисусе Я вспоминала, как молилась за больных и как Иисус исцелял их Я вспоминала Его слова любви и утешения, Его верности Если бы я была больше подобна Иисусу, то не попала бы сюда, — подумала я Я подумала обо всем, что Бог дал мне Воздух, которым я дышу, пищу, детей, дом, вещи, которыми я пользовалась Но если Он добрый Бог, почему же я здесь? У меня не было сил подняться на ноги, но душа продолжала взывать «Выведи меня отсюда!» Я знала, что надо мной продолжается жизнь Что мои друзья и моя семья занимаются своими обычными делами Я знала, что там наверху не исчезли смех, любовь и доброта Но даже эти картины начали затуманиваться от острой боли Эта часть ада была погружена в полумрак и густой грязный туман Воздух был наполнен тусклым желтым светом Стоял почти невыносимый запах огневой плоти и разложения Минуты казались часами, а часы превращались в вечность Когда же это кончится? У меня не было ни сна, ни отдыха, ни пищи, ни воды Меня мучили такой голод и такая жажда, которых я никогда не испытывала за всю свою жизнь Я устала и хотела спать, но боль возвращалась снова и снова Всякий раз, когда раскрывалась пасть, ад заглатывал новую партию потерянных человеческих душ Не было ли среди них кого-нибудь из моих знакомых? Не попадет ли сюда мой муж? С того времени, как я вошла в пасть ада, прошло уже много часов Но вот я заметила, что комната стала наполняться светом Огонь вдруг исчез, крыса убежала, а боль покинула тело Я стала искать какой-нибудь путь спасения, но ничего не увидела Я не понимала, что происходит Затем ад затрясся и вернулся огонь Вернулись змеи, крысы и черви Моя душа испытала невыносимую боль и мучения возобновились Господь! Господь! Дай мне умереть! Воскликнула я и начала стучать по земляному полу камеры руками и костями Я плакала и стенала, но никого это не заботило Вдруг какая-то невидимая сила вынесла меня из камеры Когда я пришла в себя, мы с Господом стояли возле моего дома Я воскликнула, зачем, Господь? Зачем? И в отчаянии упала у него нога Иисус сказал, успокойся, перестань Меня сразу же охватил покой Он нежно поднял меня И я засунула в его руках На следующий день, проснувшись, я почувствовала себя больной Ужасы ада и муки в нем я переживала еще много дней По ночам я просыпалась и кричала, думая, что по мне ползают черви Я так боялась ада Субтитры создавал DimaTorzok